Я не знаю, как здесь. Мне 64 года, и я здесь никогда ничего не сделаю. Там хоть один шопан вот возьми, от него пахнет вот так горелкой дымом. Ты никуда от него не оденешь. Надежда Николаевна не может держать слез. Огонь уничтожил ее дом за считанные секунды. Страшный пожар, напомню, случился в воскресенье, 16 мая, в Майне. Возгорание началось на территории бывшего лесокомбината. Из-за сильного ветра пожар перекинулся на жилые дома. Огнем уничтожено 6 домов. Без крови над главой остались 5 семей. На место событий выезжал в Рио губернатор Алексей Русский. На комиссии по чрезвычайным происшествиям обсудили помощь пострадавшим и противопожарные меры. У нас продолжается очень сложная пожарная обстановка. Крайне высокие температуры для этого времени, тушит эстегасы, уже 4 день. А в сочетании с сильными ветрами способствует очень быстрому распространению пожара. Пожар в Майне тушили в течение 10 часов. Слава Богу, удалось обойтись без жертв и не допустить перехода огня в лес. Тогда ущерб был бы больше. 6 человек в настоящее время размещены у родственников. Два погорельца в местной гостинице. Для них организовано 4-х разовое питание. В одной семье воспитывается несовершеннолетний ребенок. Ему предоставят все необходимое для завершения учебного года. Сбор вещей проходит и для остальных пострадавших. К разбору проблем каждой семьи подходит индивидуально. Жилье планируется выдать из маневренного фонда или приобрести на вторичном рынке. Глава области обратила внимание на необходимость опашки села и деревень. В более чем 100 населенных пунктах защитные меры до сих пор не выполнены. Также перед началом пляжного сезона Алексей Русских поручил проследить, что в местах отдыха люди не разводили костры. Жаркую погоду любая искра может стать причиной трагедии. Егор Тестов, Даниил Сурков, Уллправда ТВ.